Сегодня все больше подростков идут подрабатывать. Чаще всего это, конечно, происходит на летних каникулах. В этом году в Тверской области более 4,5 тысяч детей получили временное трудоустройство. Об этом шла речь на заседании кабинета министров. Власти обратили внимание на улучшение системы трудоустройства несовершеннолетних. Такие меры были предложены, узнали наши корреспонденты. Летний период для школьников — это не просто время, когда можно ничего не делать и гулять. Современная молодежь все больше начинает искать подработку и пытается самостоятельно заработать деньги на свои расходы. Работа летом позволяет им проявить свою самостоятельность и зрелость, заработанные своим трудом деньги, представляет для подростка большую ценность, чем полученный даром. Работа позволяет ребенку приобрести товары, которые родители в настоящее время купить ему не могут или не считают нужным. Учиться планировать бюджет эффективнее на средства, которые заработал сам. В этом возрасте дети начинают пробовать на вкус профессиональную деятельность. В основном ребята работали. Это подсобные работы, это сборщики, комплектовщики. Большое количество ребят набирает операторами ПК. И работодатель, заключив с нами, с центром занятости, договор о совместной деятельности, тем самым позволяет подросткам помимо заработной платы получить еще и дополнительную материальную поддержку средств областного бюджета. А некоторые старшеклассники подрабатывают даже на выходных или после учебы. Планируется, что по итогам этого года временную работу в свободное от учебы время в Тверской области получит около 6 тысяч человек. По мнению губернатора, такая форма занятости учит старшеклассников ответственности к пониманию экономических процессов. Вот этот опыт, он сегодня поможет подрастающему поколению и специальность получить, и соответственно уже строится иметь представление о реальной экономике. Сегодня, когда мы в том числе и говорим о борьбе с коррупцией, то надо с детских лет закладывать трудолюбие и понимание, как правильно зарабатывать деньги, честно, официально, чтобы наши дети могли, так сказать, четко отличать, что такое заработанные деньги, а что такое коррупция. Губернатор дал поручение региональным министерствам экономического развития и промышленности направить письма крупным работодателям региона, инвесторам, чтобы они рассмотрели возможность временного трудоустройства молодежи уже с 1 января 2020 года. Также активное участие в обеспечении сезонного трудоустройства подростков должны принять главы муниципалитетов. Главное, чтобы это было сделано неформально на бумаге для отчета, а действительно эффективно заработало.